Доброе утро! Да, аминь. Ну, допустим. Ну что, Марин, готова? Нет. Судя по-вашему, по ответной физиономии, вполне. Ваще-то круто, в 6 утра с небольшим раздаётся звонок от Дхармика Лока. Да-да-да, мне понравилось. Справедливый мир позвонил мне. Тогда мы идём к вам. Марин, давайте тогда Макшику мне произнесите. Ой-ой-ой, вот Макшику точно не могу. Да-да, давайте. Вот пить в ночи, это вообще... Искупайте грехи. Я и не помню даже. А что? Как это можно забыть? Читайте тогда с листа. А, где она? Макшика, дханами чанти, дханами чанти, партхива, мимича, талахами чанти, шантим и чанти, падхава. Ну вот, прям как... Гораздо лучше. Как ВКонтактике практически один. Гораздо лучше. Гораздо лучше. Ой, а где Николай? Ну... Да-да, Тайсил не хочет. Не придумал. Гораздо лучше. Я думаю, ещё неделю... Мы ещё неделю по Галактике маму попоём. Самое то... Папа, здравствуйте! Мы уже боялись, что вы придумали. А? А? Не было вас? Упугались! А теперь есть. Ну давайте, про муки расскажите. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы споём слога, да? Ну да. Ну попробую? «Проснись и пой» называется. Сейчас я подготовлюсь? Конечно, конечно. Голосовые связки надо. Это даст время Марине доделать дымашнее задание. Как тщательно. Расправиться. Давайте я попробую. Есть еще вопрос такой. Мне кажется, что после Макшика там еще поется с придыханием ха иногда. Мне как будто слышалось. То есть не Макшика, а Макшика. Я думаю, что это не стой существенно. Даже если там что-то было. Без особого умысла. Хорошо. Макшика. Макшика. Бранами чанти. Тхана ми чанти. Адхаваха. Мичаха. Тхана ми чанти. Шанди ми чанти. Садхаваха. Очень хорошо. Очень хорошо. И у Марины, и у вас. Очень хорошо. Алексей, мы принимаем или мы будем? Нет. Я думаю, еще неделю надо... Издеваясь. Ну да, я думаю. Да, 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 да. Кажется, еще есть. А чем? Тогда нам нужен оригинал. Еще. Как еще? У вас есть такой оригинал, такого равного, у которых... Нет, а мы ориентировались же еще на один оригинал. У нас есть девушка и еще девушка почти. Красивый голос, да. В смысле, Николай, конечно... Нет, у Николая, конечно, Марину чуть превзошел. Ну так, на одну ступеньку. Ну, у Марина еще есть неделя, а у Николая, просто чтобы честь и достоинство отстоять, надо еще продолжать упражняться. Но мне очень понравилось. Очень понравилось. То есть это то, как читаются... В Северной Индии читаются шлоки. И проверим на следующие шлоки, которые встретятся... А она встретится через один урок. Как вы это все на самом деле выучили. Хорошо. Итак, начинаем с алфавитом. Готовы? Мы не забыли уже алфавит? Надеюсь, нет. Вот вы особенно. Да-да-да. Нет, алфавит-то, надеюсь, нет, не забуду. То есть уже есть вероятность, что уже забыли. Ну, после новогодних каникулах что-то я не могла вспомнить, как пишется. С удивлением обнаружено. Ничего себе. То, о чем вы говорите, это то, о чем уже в книгах написано. После новогодних каникул люди забывают алфавит. Да, действительно. Да? Да. Я подтверждаю правила. Да. Я думал, что это правило... Ну, вот такая шутка оказалась правдой. Ну, начинаем. Итак, Маринь, готова? Ага. Ну, давайте! А-а-и-у-у-у-у-у-у. Ри-Р-и. Вы же не machinexmadr правильно повторять? Потому что я не всех слышу... Я кого-то слышу, кого-то не слышу. Итак, еще раз. А-а-а-а-а-и-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Барис, вы боитесь разбудить кого-то, да, то есть чуть-чуть? Нет. У меня, может, просто со звуком что-то? Можете громче. Хорошо. 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 Так. О, хорошо. Шлока уже не начинается. Итак, Николай, давайте вы начинаете. Ну, если поставить текст? Текст? В смысле, это домашнее задание. А, хорошо. Ну, то есть прямо с первого, да? С первого? Эм... 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 Нет, это неинтересно. Давайте сразу с... Текстом. Но... Сейчас вернёмся, но пусть начнём с сложного. Перевод в отдельной тетради. Нет, я просто на другой стороне. Я вот только потом уже сообразил, что надо ориентироваться... Одинный перевод? Чуть лаконичный секс. Тушта – это радостный, довольный. Я не понял, как переводить эти слова, которые типа «асми». Я не обратился, что в скобочках есть пояснение, что надо первое лицо в настоящее время. Сейчас, если туда пять секунд... Да, конечно, уже в шесть вы истратили, поэтому что же. В настоящее время первое лицо... Я есть. Я. Ну, то есть, как бы... Так. Видимо, перевод «я...» Я. Чё радостный? Там не женский род. Да, вот. Там я радостный. Вот, даже Мариина... Мне кажется, это имя собственное... Мариина там подозрила, здесь неладное. То есть, женский род. На самом деле, это имя Марины просто... Мне там всё в порядке. То есть, Марина на санскрите — это туштасме как раз. Да, она как раз туштасме, Николай. А долгое на конце... Я, кажется, даже об этом вслуху... Это продумать. А долгое и долгое на конце слово должно вас настораживать. Ещё где-то женщина закопана. А почему? А где и долгое на конце? Нет, здесь нет. Я говорю или, или. А вообще, да? Вообще. Хорошо. То есть, я радостный? Я довольна. Я довольна. Хорошо. Нет, ну стоп. Довольна — это уже, в смысле, как глагол, да, получается? Я довольна, да? В смысле... Радостный или довольна? Радостный не глагол, а довольна глагол? Где-то как сейчас? Нет-нет-нет. Я к тому, что, получается, что, ну, как бы... Может, я плохо помню. Товарищ как... Если я радостный, то это будет... Прилагательное же радостное. А если я довольна, то это будет уже как поддача сказуемая, да? То есть... Нет. Поддача сказуемая. Я довольна, да. Алексей, что хочешь сказать? А... Я теперь один... Я... Я даже растерялся. А что я хот... Я забыл. А я даже не знаю, что ответить, Николай. Ну... Здесь главное, что это женский род. Вот. Нет. Я хотел понять, в чём разница между я довольна и я довольна. Как понять вот эту разницу? Как переводить? Кстати, вот у меня есть вопрос. То, что... Блин. Не подвернул язык. Ну, ладно. Это причастие страдательного залога. Но радостное в русском языке это не причастие. Это прилагательное, насколько я понимаю. То есть в русском языке причастием бы было радующаяся. Ну, дело в том, что действительно... Просто мы как бы идём на облегчение некоторое. На снятие... Некоторое снятие грамматической формы. Чтобы оно получалось более, что ли... Звучало. И звучало. Мы идём на некоторое прощение. В литературном переводе проще перевести радостное, чем радующиеся. Ну, понятно. В санскрите это как раз отрадоваться. И происходит. То есть я считаю, Николай, сейчас дальнейшее углубление в радостно или довольно или а-я, это сейчас не столь... Хорошо, понял. Важно, чтобы оно было женского рода. Эта радость. Дальше. Вар... Вар? Нет, ещё. Я следующее... А, нет. Я надеюсь, что вы следующее, но если это Вар, то я уже в шоке. Кто сказал Вары? Я не говорил. Не, не было. Послышал. Помехи. Варам... Врни-сва... А что там? Врни-сва? Там прямо только написано Врни-сва? Не-не, вроде ше было, кстати. Николай? Врни... Врни-сва... Что там? Врни-сва? Сва прям? Да. Врни-сва... В Вра-тэ... Упс. Вра-тэ... Врни-сва... Врни-сва... А сэс Вова-тэ? augmented. Врни-сва-тэ... Ну, HVPT, это, видимо, имя нарицательное, как я понял. Наоборот, собственно. Да. Нарицательное, это труд-труд, ну, ладно, ну, то есть это имя собственной богиня. Это имя, да? Да. Ну, хорошо. В звательном причем. В звательном поддержать, да. Да. А у них есть развязывательные? Да, есть. Сейчас мы выйдем. Ну, видимо, это как бы... Николай, не затягивайте, сегодня не так много времени у нас... Хорошо, я не понял, что такое... Я понял, что Ашвапати это имя, а что такое тогда Ашвапате? Звательная поддержка. Дальше было уже Махабхара. У нас уже были примеры, я не помню. Махабхара. Махабхара. Да. То есть можешь перевести как Эй ты Ашвапати. О, Ашвапати. Эй ты Ашвапати. Тоже мне. Эпичные герои. Эй ты. О, Ашвапати. О, Ашвапати. Дай мне лопату. Николай, так получилось? Я не знаю... Николай, не пугайте меня, просто если мы так будем переводить, мы не дойдем до конца. У вас получился перевод этого отрывка? Я перевел отдельные вещи, отдельные вещи не понял. Николай, я хочу сказать, что из этих трех слов вы перевели отдельные вещи, это как? Я про все упражнения. Вы меня спросили про все упражнения, я сказал про все упражнения. Какие-то упражнения я не понял перевод. Скажите, вы здесь поняли или не поняли? Я перевел отдельные слова. Нет, подождите, Николай, вы этот отрывок поняли или не поняли? Нет, не поняли. Хорошо, Алексей, вы поняли? В меру своей... Испорченности, разумеется. Да, да. Ну, то есть Вернишва, это... Как это? Ну, там, значит... Говоришь кому-то, что делать, я забыл. Импер... так. Повелительное наклонение, то есть это отвар, то есть это, соответственно, выбирай. А варам это дар, насколько я понимаю, нет? Да, дар. Да, дар. То есть, получается, дар выбирай ашвапати. То есть, это довольно странно, то есть, как будто кто-то обращается... Ну, это как бы кусок гимна какого-нибудь из Ригведы о ашвапати. Выбери дар, то есть. Ну, вот... Дар дары? Дар дар дар. Дар варам. Одинное число. Да, да, да. То есть, именно выбери дар какой-то один. Вот что-то такое. Да. Значит... Объясните, значит... Объясните... Случай Санхи. Здесь у нас... Длинная а из двух маленьких а. Краткая, гласная, на стыке слов. Краткая, не длинная. Краткая, гласная, на стыке слов. Марин, записываете? Ну... Понимаю. О, нет. Это вот недостаточно. Я боюсь, что через неделю ваше «понимаю» превратится в «не понимаю». Ну, я надеюсь, все-таки сделать нормально домашнее задание. О, да, я тоже. Чтобы посмотреть в ваши глаза. Кстати, Алексей, пора с Linux сваливать хотя бы на время занятий. Зачем? Виртуальный Windows включить? Я хочу на вас посмотреть, позитиваться. А, нет. Всем выйти из сумрака. Анонимность, значит, всё. Ну чё, давайте следующую. Да, Николай, давайте. Парамэтам... 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 Похоже на правду. Ври. У меня почему-то вра. Но я так думаю, что это скорее всего опечатка. Скорее всего, врином яхам. Похоже. Врином яхам? Нет, подождите. Вра... Но... То есть это там же и в итоге. Там же вра... Врономи. Врноми? Врноми, да. А, ну да. Да, это я ошибся. Я неправильно прочитал. Врном... Врноми, ахам. Врноми, ахам. Врноми, ахам, да. Вот. И переводится как... Какое там... Начинаем с конца переводить. Ахам. Ахам. Я. Я. Второй глагол. Выбираю. Выбираю. Я. Этому. 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 Я выбираю этот. Вар... Варом. Ну это... Дар. Я выбираю этот дар. Ой, я поначалу что-то перев... Да я понял. Хорошо. А что у вас получилось? Вы про лебедей перевели? Нет. Просто... Я просто отдельно. Здесь же у нас санхи Врноми и Ахам, да? Так. И я что-то поначалу посмотрел перевод Врноми. Там было написано я выбираю. Так. И меня что-то заклинило. Я подумал, что это я выбираю себя. Ну то есть что-то такое. Непонятно. Вот. Ну получается, что да, тогда я выбираю. Себи Авдар то есть у вас получилось, да? Да. Ну да. Рождество дарить было нечего. Лучше. Лучше. Лучше твой подарочек это я. Ну в общем видим. У нас здесь санхи это И и А. Получается О. Если я правильно... А нет, нет. Стоп, стоп. Это неправильно сказал. И и А это получается Y. То есть Е. И перед неоднородной... Так. Сейчас. И перед... Нет, горной классной. И. Ну и Е просто прилипает. Согласна. Ну и то же самое с параметом. Там, по-моему... Нет, это не то же самое. Это просто написание вместе. Там что? К вас соединится? Нет. Фараметом просто слитно. Здесь нету... Слитное написание из-за того, что... Согласны, да? Из-за чего? Согласны, да? Да, да, да. Ну, первое слово... Согласны, поэтому мы их пишем вместе. Да. Читаю дальше или... Ну, явно не я, я надеюсь. Хорошо. Савит... Савитри уваача. Савитри? Прямо-таки Савитри? Савитри? Савитри. 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 Савитри уваача. Савитри. Угу. У нас здесь санхи, соответственно, и... Ну, и... Санхи, и... То есть, и переднеоднородной гласной. Гласной превращается в... Ну, в я. Угу. Вот. Вот. Дальше. Эээ... Уже дальше? Без перевода сейчас так... Постойте, пожалуйста. Савитри сказала. Угу. А... Что-то сказала. Дальше. У... 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 Да. Ути-ш-то-ти-ш-т... Ути-ш-то-ти-ш-то. А вы уверены, что... Не перепрыгнули, или у вас сразу идёт... У меня ещё слово одно, да. Ещё одно слово? Значит, я его просто пропустил во время домашнего задания. Алексей, у вас нет такого? В смысле, у меня есть слово... Ой... СА... Вот, всё, значит, у вас есть, да. СА и Абравит. Что, Лай, нашли? Да-да-да. СА — это она, а Абравит — это говорила. Угу. Окол прошедшего времени настолько. Да? Да-да-да, всё, я вижу, слово — это да, она говорила, да. Угу. Дальше... Какой санхи здесь? А... А на стыке слов. А на стыке слов с другой А даёт длинное А. Ну, нам достаточно просто записать, как А на стыке слов. Говорит, ты записала? Да. Я просто записывал целые слова оригинальные. Что вы имеете в виду целые слова оригинальные? Не распределяя. Я писал как транслитерацию, а потом слова без санхи. Да-да-да, так и надо. От и до и после, все стадии. Конечно. Утишто… 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 Я не понял переводу. О, да… Да, если мы двухсловные, значит... Хорошо, поднимитесь, ну, утишдха — это «поднимитесь». Вот. Ну, то есть повторение «вставай, вставай», то есть это какая-то усилительная конструкция. Это то, что нам по утрам перед санкферитом надо писать. То есть это получается, что это просто как повторение такое, да? Да, а повторение — это усиление, то есть «встань!» Наконец. Николай, делай санкферит. Соответственно, это у нас получается, видимо, санкферит. А плюс? А плюс Ю. А плюс Ю у нас нет такого санкферит. Это какой санкферит? Это гласное А с последующим... ну, короче, это А и У. А плюс разнородное гласное. А, да. Гласное бывает того и той же породы, бывает другой породы. Это разнородное. Беспородное. А и разнородное гласное в данном случае... Всё? На стыке слов. Всё. Вставай, вставай. Алексей очень правильно перевёл. На удивление. На радость. На радость. На радость. На радость. Как это? Тушта смей, да. Тушта смей, да. Да-да, мы все уже под марину косим. Так. Карип... Карипьяс... Карипьяс... О боже, я так чувствую, что мы не санкферим сейчас гонять туда-сюда, а будем вас повторять. Почему? Вот почему, вот я бы сам хотел у вас спросить. Я надеялся, что вы сейчас всем покажете путь. Ну, это не про меня, наверное. Карипья... Пья... Что? Чего? Не послышалось, что вы сказали карипья? Это... Не... Не послышалось? Нет, я не знаю, что послышалось, честно говоря. Сейчас. Каришьяс... Сьета девам. Так уже гораздо лучше. Каришьяс... Сьета девам. Каришьяс... Каришьяс... Да, там, по-моему, М все-таки. Каришьяс, да, там буква М есть. Так, я слышу С. Каришьяс или Каришьяс? Каришьяс. Каришьяс. Марин, я слышу С. Я один? Нет. Нет, мы тоже... Вам всем послышалось. Каришьям е та девам. А, массовая галлюцинация. Блин, что-то надо... Каришьям е та девам. Так, Каришьям... Есть такое слово Каришьям? Есть слово Каришьями. Вот так мне уже больше нравится. Вот. И, значит, тут у нас получается аж, похоже, три слова вместе. Да, ну да. Каришьями... Это два... Значит... Итак, переводим Каришьями. Буду делать. Буду делать, да, это будущее время. Буду делать... Я сделаю. А, сделаю. А, сделаю. Это так. Да. И у нас, значит, есть... Это какой санхи? Их тут два у нас. Первый санхи это... И с... Неоднородный гласный. Неоднородный гласный, да. Да. Вот. И второе это... А второе это просто, получается, у нас... Мы просто соединяем вместе, потому что... Этад заканчивается у нас согласно. Угу. Мы соединяем. Это... Это написание просто. Это санхи. Это тоже... Будем считать... Это тоже... Да. Тоже будем считать как санхи. Да. Угу. Так. Хорошо. Ну... Дальше. Последнее. Варан... Пара... Ясва... Ядхепситам. Ядхе? Ядхепситам, да. И после снятия санхи то же самое? Нет, после снятия санхи ядха и пситам. Угу. 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 Ну что? Ну вот это... По поводу этого слова, которое я писал в чате. Пара ясва. Получается... Выбирай. Выбирай, да? Выбери. Ну... Краткость, братцы. Краткость. В общем, сделай выбор как угодно. Все так примерно. Как я понял. Как угодно? Да. Это как-то... Современно как-то очень. Ну, ядх это как? Вы приходите Николай с дочерью в магазин подарок и говорите... щас, эээ... по-моему, в санхи санхити что вы говорите ей пожалуйста? Когда она подходит к своему трехлетнему возрасту и достигает уже превосходства санхи сансхити. Повторите, повторите, не стесняйтесь, продавцы тоже понимают сансквит. Какой угодно сделать выбор. Нет-нет, я имею ввиду сансквит, сначала повторите, чтобы... Нет, вы сразу с снятием санхи, прочитайте, пожалуйста. Варам, Вараясва, Ядха и Пситам. Итак, Алексей, согласны мне с переводом? Ну, да, там же Варам ещё и Дар. А-а-а, вот. Не отбрасывайте половину из четырёх слов, когда вы переводите текст из четырёх слов, пожалуйста. Сразу не отбрасывайте, потом можно. То есть, Дар выбирай какой угодно, я вот так... О-о-о, поэтично прям. Да. Выбери что-нибудь. Что-нибудь... Ну, уже что-нибудь, ну, пожалуйста. Да сколько можно, мы уже пятый час здесь в магазине. То есть, Дар выбери какую угодно, да? Начинаем с глагола. Значит, выбери, то есть, глагол у нас выбери сначала. Да, выбери Дар, запятая. Я перевёл, как какой пожелаешь. Ну, какой угодно, это так как-то не поэтично. Ну да, это уже ближе к такому... Это разговорный сэндскрит, Николай. Прокрит. Да, сэндскрит. Прокритивее, конечно. Марин, у вас же все переводы совпадают с переводами Алексея, да? Ну, приблизительно, учитывая, что я переводила с утра. Хорошо, но вам всё равно нужно как бы писать, как будто вы сейчас всё ничего не слышали, а всё равно вот с самой разобраться по концу уроку, то или другое. То есть, вам будет легко, вы всё равно сейчас всё забудете. Да. А, кстати, у меня этот, помните, Коля, кажется, Коля, ты задавал вопрос про санхи. Там же было правильное санхи, да? То есть, это из другого упражнения, где там надо было соединить. Да, я поясню, почему я спросил, потому что вот если это Татра, Паш, Я, Иди. Да, да, да. Просто если следовать правилу, то у нас А и Т с разнородной гласной, они сливаются и превращаются в Э, да? Ну, вот я тоже так подумал. Но в то же время я нашёл в словаре даже в самом учебнике, там есть слово, я нашёл, что есть Паш, Я, Ти. То есть, там у нас Я и А. Да, вот, абсолютно согласен. Я тоже не совсем понял, почему... Где-где-где-где-где? Ну, вот первое упражнение, седьмой номер, да? А, то есть, мы сразу переходим... Здесь вопросов нет с этим последним упражнением, да? А, ну, у меня нет, если... Ну, у меня нет. Хорошо, так, значит, первое упражнение, возвращаемся. Татра, Паш, Я, Иди. Да. А тут же А плюс разнородное И, получается Э. Я. Там не может быть А. А, ну, да. Почему? Нет. Ну, я-то это всё равно А слог, как бы. Да. Это же... Ребята, вопрос в чём? А, там будет Татра, Паш, Я, Эти. Как у вас язык повернулся в такое произносить? Нет, так и будет. А почему? А почему? Паш, Я, Ти. Паш, Я, Ти. Ну, да, да, да. Но я имел в виду, там Эа, Эа возникнет. Так вот, вы произносите, если имеете в виду, то прям не стесняйтесь. Татра, Паш, Я, Ти. А, ну, всё правильно. Ввиду, что... Сейчас, я поясню, просто... Ну, просто я не знаю, про то ли говорит или нет, просто я имел в виду, что я нашёл в словаре через какое-то другое слово, честно говоря, да, там уже было с полочек написано, и там было написано ещё что есть такое слово Паш, Я, Ти. Да всё что угодно, может быть, Николай. Если вы будете смотреть с разницей в одну букву разные слова, то, боюсь, наше занятие будет бесконечным. Это... Это не имеющее никакого отношения к этому слову. То есть... А, ну, то есть правильно. Согласное или гласное, главное, чтобы звук на конце был А. Ну, то есть это же звуки... Ну, тут, тут, тут гласное на конце. Паш... Е и А. А плюс И. Что даёт? Да. Э, 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 какие вопросы у матросов? Нас, нас вело сомнение, ваш вопрос, будут ли другие мнения. Так я ж... Это же провокационный вопрос. Я понял, но... Если вы тверды в своей вере, вас не собьёт. Я был тверд. Если вы сомневаетесь, значит вы... Значит вы умерли для санскрита. Нам не нужны слабаки. Нам не нужны слабаки. Да. Все хорошо. Вело в заблуждение. Раз вело, значит не тверды. Нет твердости. Хорошо. Так, сейчас, сейчас... Переводится как? А так там написано. Посмотри тут. То есть тут неинтересное упражнение. Да, точно. Зачем они дали-то? Ну ладно. Да. Это было бы круто. Так. Асми... Она... Это ещё правильно. Так, что у тебя остальные санскрики? Тогда Алексей пусть проговорит. Ага. Первое. Так. И... Ивам... Ивама... С твити. С твити? Так, сейчас уже какой-то твити пошли. С твити. С твити. Ну да. Кто с кем сливается? Итак. А... У с разнородной гласной превращается в В. Ну, слог с согласным. Ну, в общем, всё слитно? Да. Ивам... Ма... С твити. Хорошо. Принимается. Эка... Икам. А с разнородной Э как бы превращается в И. Угу. А кайкам. А не разнородной Э Э. Разнородной гласной Э. Разнородной Э это звучит уже зверски. Как будто бы есть пять разновидностей Э, здесь встретилась четвёртая. Ну, в смысле, с разнородной и конкретно указываемой. Я вас понял, но здесь конкретно не имеет значения. И важно лишь, что она не равна самой А. Ну, с А-то как раз, по-моему, важно, что какая там гласная идёт потом. Нет? Ну, ну, ладно, короче, это уже вопрос. Так. Дальше. А-а-ха-ра-р-тхам. Просто конечная А с однородной А. Угу. И что происходит? Удлинеется. Сливается, да. То есть удлинеется, да. Тэ-но-ук-там. 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 А-а-а-а. Плюс разнородной. Николай, что-то отваливается всё. А-а-а, хотел бы я посмотреть, конечно, как у вас записана эта лигатура «к-та». А-а, ну… Да, правильно. Правильно? А-а-ха-ха-ха-ха. Не написать на доске. Да, давайте, пожалуйста, Алексей, напишите на доске. Всё слово. Да, давайте всё слово. Не будем мельчить. У меня не видно, да? Нет, и не видно, и, слава богу, всё-таки уже слышно, потому что вы пытаетесь убежать, но мы её не даём. А сейчас видно, хорошо. И как напишите, киньте мне ссылку в шурт, если я потерял. Почти закрыл намеренно эту ссылку. Да, что ж такое. Доской кинуть? Сейчас. Ну, вот тут... Просто с лигатурами-то всё просто. Есть же великий файл с лигатурами. Надо же ещё помнить... Пока. Помнить что? Может, тебе надо пользоваться? А, так как без него жить-то просто? Я не понимаю. Вы честно, сейчас вы кто-то посматривали там или вы помнили? Не, во-первых, у меня есть домашнее задание, где всё нахуй записано. Вот, а во-вторых, ну, всё, что помню, я пишу так, конечно, что какие-то сомнения, если возникают, то... А почему там М такая? А почему бы и нет? Почему нет? А точкой нельзя? Нет. Только М без точки в задании. Было же сказано, что индус, конечно, в любой месте влепит точку, но всё же не в любой. Да, мы же эти, как бы, как-то научные сооружения. Да, мы же эти, как бы, научные сооружения. Да, вот с ченем вот этих вот зубодробительных, конечно, эти слова получаются. На-ха-ма-па-ра-да-да-да-ха. Нет. На-ха-ма-па-ра-да-да-ха. О, хорошо. Вот. Тут, значит, однородное А в конце слова. И... На стыке слов. На стыке слов. Не к концу слова, а то можно не менять, кто-то такой... А, однородное А. Кто-то конец, кто-то начало. Стык слов называется. Ага. Однородное А на стыке слов и слово, оканчивающееся на согласие. Угу. Хорошо. Так, шестое. Какая-то ерунда записана. Это наверняка санскрит. А-а-а, точно. Я думаю, буквы какие-то... То есть, если вы долго читаете, не можете понять, что это, скорее всего, это санскрит. Клинопись. Ва-сау-ду-ра-тма. Тут однородное А на стыке слова. Ага. И всё. Да. То есть, правильно я понимаю, что единственный случай, когда слова пишутся раздельно, это когда слово оканчивается на гласную, а начинается следующее на согласную? Ну вот, спустя восемь занятий, вы поняли, о чём я говорил, значит... На первую. Да. Вы на правильном пути. Ну я, да, всё собрал. Лапа пишется слитно, если предыдущая оканчивается на согласную. Да, это первый правильный. Висарга и анусвара раздельно, если на гласную. Ну, кроме случая, если... Сангхи. Сангхи, да, гласную. Вот, и в итоге... Ну ладно, неважно, ну всё. Поехали, задай. Да, вы подстегли истину, Алексей. Это круто. Татра-паш-йетти. Татра-паш-йетти. А, плюс. И неоднородная гласная. А, да. А, плюс неоднородная гласная. О, он угадал. Так, Марина, все остальные домашние задания. Значит, ну что, Марин. Делайте, как будто вы ничего не слышали, вам будет легко. Да. У вас это неплохо получается. Можно? Я справлюсь. А, всё, ну ладно, я потом, в конце, если останется время, я всё-таки... Не останется времени сегодня, я буду убегать, не останется. Хорошо, хорошо. Ох! И что ж, мы переходим, наконец, к самому санскриту. Нет, я думаю, что это мы... Ну, сейчас мы, конечно, перейдём к нему, но мы вернёмся ещё к санхам. Я пытался вам подобрать упражнения, но там такие сложные они, что... Я не знаю, честно, вы тут... Вы, как и я, в своё время, ковырялись с такими... Из двух слов, и то уже потеряетесь... Потеряли одно из двух слов. В предложении из трёх слов... Николай пытался потерять одно слово в переводе. Поэтому я, честно, не знаю, как... В защиту Николая слов было четыре. Хорошо. Четырёх он потерял три. То есть... Да, но вы правильно подметили, что в занятии восьмом начинается, собственно, санскрит. То есть... Неприятностей. Да, до этого было всё лохота, если честно. Да, да, потому что... Всё правильно. Спряжение глаголов. Потому что нет ничего противнее санскритского глагола. Да ладно? А мне так нравятся эти таблички. Ну, смотреть-то на них круто. Да, да, да. Но... Согласен. Нам рассказывали, как дети в школе, в Индии, всё это быстро поют. С короговоркой повторяют. Ну вот. В Индии они, значит, это заучивают задом наперёд. То есть для них первое это Ти, потом идёт Си, потом Ми. Они... У них другая логика. Для них... Для них он важнее, чем я. Да. Философский подход. Значит, есть академическая грамматика санскрита, написанная на немецком языке в сейчас четырёх томах. По-моему, четырёх, да. Глагол, посвящённый глаголу, до сих пор не написан, потому что за сто лет не смогли дописать. Побраться. Вот. То есть глагол, он... Он бесконечный. То есть ещё остальное в санскрите можно описать, задокументировать. Глагол нет. Плюс, насколько я помню из вашей защиты, там глагол-то, собственно, есть европейское порождение. В санскрите это вообще дхату, некая такая... Ну, как некоторый первый элемент, из которого образовывается всё остальное. То есть индийская точка зрения, что глагол первичен, а всё остальное вторичным. Это такая индоарабская точка зрения. Есть другие языки, где считается, что имя существительное является привычным. А в санскрите чётко прослеживается линия, что если ты знаешь глагол, в котором образовано слово, то ты можешь легче его запомнить, лучше его понять. Глагольный корень, да? То есть нужно будет наработать список хотя бы двухста, трёхста, четырёхста глагольных корней, которые у вас просто есть, которые вы используете в обыходе. То есть... Варкар. 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 Пшру. Вач. Хан. Николай, продолжите список, пожалуйста. Ну, только часто употребляемые санскритские глаголы, которые вы используете в обыходе. А, ас? Я так помню... Джан, тан... ну, тан, в принципе. А, нет, над, над. Над. Ну, да, над. Тэй какое? Тэй, которые... Тэй-которые... Тэй, которые... Заворачивать язык тогда, что же выявили сама... Нарта. Тэж разные глаголы. Ганна. И вот ас, Алексей, кажется, сказал, да? Да. 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 О, ас. Ну, ещё га тоже. Да. Что значит га, Николай? Нет. Гавма. Ага. Га? Га-это идущий. Га-это идущий. Га-это идущий? Как глагол, это петь. А, как глагол петь, понял. Я думаю, это витражные вещи, когда в конце слова и другой, когда это глагольные корни. Ох, да. То есть это тема, с которой хочется сделать паузу. Нет, почему? Можно, можно. Можно, почему? Несколько уроков. Да, уроков пять, мы, наверное, можем разбить вот это занятие. Итак, у санскритского глагола есть три числа. Singularis, dualis, pluralis. Николай, держитесь. Сносит? Сносит, я понимаю. Итак, пишем. Мы будем записывать в виде латинских аббревиатур. Мы не будем писать единственное число, двойственное число, множественное число. Если очень хочется, можете, конечно, сокращать русскими аббревиатурами. А вообще, вообще, можем записать СГ, ДУ и ПЛУ. А как глагол на санскрите? Ну, значит, вообще, два термина. Например, «акъята» — это одно из названий глагола. Ну, «дхата» — это именно глагольный корень. Да, «дхата» — это корень. А вот именно глагол, как… В частности, термина есть два термина. «акъята» — это как наиболее распространённый. Сыг, ды, плу. Singularis, dualis, pluralis. Что такое dualis, Николай? Ну, dualis, как я понял, это двойственное число. Да. Ну, там два там. Три лица. Я, ты, он, она. Я. Ты. Он. Ну, по-русски-то мы, мы записали, как. А вам как? Наигрите? Нет. Ну, а мы можем? Я даю то, что вам достаточно. Не пили, пили, не пили, не пили. Не пили, не пили. Итак, три числа. Singularis, dualis, pluralis. Три лица. Я, ты, он, она. Записали, Николай? Да. Времена. Первое время, которое мы рассмотрим. Собственно, и мы дойдём до первичных, личных окончаний. Это презенс, то есть настоящее время. Времена, это ужасно. Да, не могу не согласиться. Да. Я верю лучше. Зря. Пройдёт. Несколько домашних заданий. Переупредить вас. Итак, презенс. Настоящее, настоящее. Записали, Николай? А это на каком языке я написал? Это латинские термины. Итак, мы рафинированные, поэтому вместо санскринской, грамматической терминологии мы используем латинскую. Угу. Хорошо. Выпендриваемся. Другими словами. Я бы сказал, ну... Ну... Да. Используем терминологию, привычную в этой академической среде. Значит, презенс – это настоящее время. Есть, значит, помимо этого, три прошедших. И несколько будущих. Три прошедших. Первое. Имперфект. Сокращаем как импф сокращаем. Имперфект. Имперфект. В квадратных скобках я дописываю, как это слово звучало бы, если бы мы записывали бы его полностью. Несовершенное время. Перфектум. Хочется представить Гарри Поттера с заклинаемым палочком. До чего доводят дети, да? Совершенный вид. Перфектум. Совершенный вид. Совершенный. Третий. Ауаристус. По-русски просто Ауарист. Это в древних языках, во всех древних эндоверопейских языках определенная форма прошедшего. Глубокого прошедшего. Давно прошедшего. Давно прошедшего. Давно вытекшим сроком годности. Два будущих. Вот, Алексей, вы же до сегодняшнего дня думали, что будущее одно? Светлое. Я после того, как знал, что есть двойственное число, уже ничего не думал. Мы подумали хорошо, что есть двойственного, да? Да, да, да. Это я думаю с тобой. Первое будущее. Это футурум. Футурум. Один. Футурум. Это простое будущее. Футурум. Футурум. Один. Простое будущее. Футурум. Второй. Пишем римскими цифрами. Описательное будущее. Простое будущее, описательное будущее. Описание. И у нас на сегодня четыре наклонения. Наклонение первое. Изъявительное. Изъявительное. Или. Индикативус. 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 Я иду в город. Я иду в город. Почему оно изъявительное? Ну, вопрос, собственно, в чем? Знаете, это уже то, о чем вы спрашиваете. Есть такая наука в философии языка. Это самый дебиль из всех дебилей. Прошу принять как данность. Терминология. Нет, я просто перепутал по смыслу с другим. И я... Это... В общем, я... Продолжаем. Желательное наклонение. Значит, первое было изъявительное. Второе. Желательное. На латыни, значит, Марин как будет? Не помню. Оптативус. Как же надо заявлять? Не помню. Как будто бы когда-либо знали. Надо же так сказать. Нет, нам... Нет, ну, может быть, нам об этом говорили. Когда-то. Поэтому вполне может быть. Хотя можно совпадать с английским оптатив. Вот, ну вот... Но вы благополучно-то все забыли по этому. А мы будем читать слогу про времена? У нас такая... А что, здесь сразу вопощрегины есть? Не знаю. Это титивонус трек. Ну что же, я принимаю вызов. Там дела... Я ее еще даже прочитать не могу. Я принимаю вызов, если вы... Не прям, не всю секунду, но... В смысле... Хорошо. Давайте. Вы нас снапптите. А вы прочитаете... Это же шлока, поэтому, в принципе, вы уже должны ее читать. А зачем я это сказала? Язык враг ваш, нож мужик. Да, да, да. Это желательно. Аптативус. Следует делать. Следует делать. Это... Ну, пример. Я иду в город. Это изъявительное наклонение. Следует делать. Это... Пример желательного наклонения. Или аптативус. Следующее. Повелительное. Или... Алексей. Повелительное. Или... Что-то там. Домашнее задание. Повелительное. Как сокращались? Императивус, да. Сокращается не как имп, а полностью императивус. Им... Э... Ра... Чи... Выбери как угодно. Да-да, выбери как угодно. Да-да, хорошие примеры, Николай, да. Хоть что-нибудь. Я привел тебя в детский мир. Выбери хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь. Выбери... Выбери себе... Дар. Дар. Ашлопайте. Ашлопайте. О, ашлопайте. Выбери себе, да. Слышь, ты ашлопайте. Там же вариации пошли. Вариации на тему Николая. Записали? Да. Угу. Дальше. Нереальное действие в будущем. Нереальное действие в будущем. Постройки. Ложки нет? Сродни. Да. There is no spoon. Conditionalism. Сословное, как бы. Ну, сейчас я приведу пример, и вы или ответите на свой вопрос, или у вас возникнет еще дополнительное. Сейчас, секундочку. А это к чему относится? Это наклонение, четвертое. Что за форму? Это, видимо, у нас бонус. У Качкина 3 написано. Серьезно? Ну, у нее написано, встречающие в едийском языке субъюнктив, кондиционализ и инъюктив не рассматриваются. У нас нет, у нас... У нас... Ну, хорошо, путь будет бонус-трак, если там нету. Странно, что там нету. Ну, ладно. Кондиционализ. Если бы мы успели вернуться, мы бы его увидели. Это как моя супруга говорит. Если бы ты меня вчера не торопил... Я бы сегодня что-нибудь... Она здесь не стесняется бесплошным кондиционализом. Так, а где здесь именно вот это вот наклонение? В каком слое конкретно? В каком слое конкретно нет. В самой конструкции она есть. Ну, да. Если бы... Хорошо, если так надо, то если бы... Да. Пусть будет, если бы... Если бы ты не был козлом, то... А если бы мы успели вернуться, мы его увидели. Форма, форма. Нет, нет, форма, форма. Нереальное действие в будущем. В санскрите, как и в любом порядочном древнем языке, в частности, древнегреческом, есть больше одного залога. Два. Ну, два мало. Три. Накиньте еще. Ну, да, на самом деле их два, но есть еще объединенная корпорация двух залогов. Итак, первый залог это активный. Пишем активный залог. В греческой, скажем так, традиции это именно активный залог, который сокращается обычно, как буква П большая, с точкой П большая, ибо он от слова парасмайпада. Парасмайпада. У Катергиноева, у нас он как-нибудь дети. Тем более, ведь еще название размножается путем пачкования. К концу занятия будет еще пять. Парасмайпада. Какое знакомое слово вы видите? Парасмайпада. Стопа стихотворный, то есть размер стихотворный, там уже значения, нога не охватывает все значения, то есть шаг к себе. В смысле переводится и термин парасмайпада? Конечно, он переводится. Да. Ну, собственно, развлечебники в этом нету? Нет, есть же. Парасмайпада, значит, слово выражающее действие по отношению к другому. То есть шаг в сторону другого. Это у нас пример, значит, Парасмайпада. Я делаю работу. Николай, пишите. Я делаю работу. В скобках действие вовне. Страдательный будет работать, делает меня. Хорошо. Да, сделал. Значит, и второй залог. Залог вашего успеха. Это средний. Средний залог или Атманепада. В плохих санскритских учебниках это будет просто А большая с точкой. Если повезло, то будет с знаком долготы. А. А. Атманепада. Большая санскрит. То есть учебник очередной хороший. По многому, да. Да. Ну, по крайней мере, по этому критерию. Атманепада. К душе? Для себя? Для души, да. Для души? Для души. Работаю для души. Спросите, есть ли такая работа? Да? У меня есть. Бивать людей. Не, ну я вот когда работаю, я понимаю, что я не могу не работать и могу даже деньги за это не получать. А что за работа? Что вам нравится настолько, что... То есть сейчас вам тоже должно нравиться? Да. Ну вот... Да. Так я пойду и здесь, да. Хорошо. Средний, значит, залог. Атманепада. Я улыбаюсь. В скобках. В скобках. В своих интересах. А, это типа там вот было вовне, а это в своих интересах. Общий залог, третий. Общий залог, третий. Пусть будет у вас какая-то ассоциация. Сокращается, как у большая. У... У... А полностью это... Упха... 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 Паяда. Упха... Упха... Прямо до первого занятия есть вот этих вещей. Да. Вот этот список, ну... Можно попытаться уже осмыслять уже. Угу. Ну, без него... Да, согласен. Эту домашку было трудно бы сделать. То есть, Марин, посматривайте список сокращений. Угу, да. На самом деле, да, это еще один плакат, который можно повысить себе на стену. Да, у нас. Я могу вам выдать его в виде отдельного, крупного... Оформить в виде отдельного, крупного файла. У вас уже нету принтера А3? Давайте. А3? У меня на работе есть. Я могу вам сделать формат А3, и вы себе будете заклеивать оставшуюся, не заклеенную часть обоев... Да, да, да. Не заклеенную часть обоев... Куда А3 повесить? Обои образца... Вместо телевизора. Сансквитского. Один... Несколько... Несколько рулонов ликатур. Условные сокращения. Вот. Потом глагольные окончания. Общие. Это когда и так, и так. В зависимости от погоды. Он может быть... Атманепадай, может быть парасмайпадай. Пеку для себя, пеку для соседа еду. И от парасмайпада, и парасмайпада. Чтобы не писать дважды, решили придумать отдельное слово. Улыбаться-то тогда можно и вашим, и нашим. Есть глаголы, которые означают, что улыбаться можно только себе. И... Ну да. В смысле, все глаголы имеют строгую классификацию. Не каждый глагол может быть употреблен в Атманепадай. Или наоборот. В эпическом санскрите, употребителем которого вы являетесь, когда говорите... Как вы о Шапате обратились? Эйты, да. Ну да. Эйты, да. Вот. В этом, в эпическом санскрите, там нарушаются эти нормы. Там каждый... Можно и себе улыбаться, и не себе, и чужими, и вашими, и нашими. Все. А вообще, исконно, каждый глагол имеет определенную... Определенную сочетаемость с залогами. Нет, те, которые, конечно, могут быть еще что угодно, но в Махабхарате может быть еще что угодно. Это будет более точно сказано. Ну да. Да. Чтобы подогнать... В этой, в этой вашей Махабхарате... Так сказать. Размер. Пришлось употреблять любые залоги в любых местах. Ну а вообще предполагается, что есть определенная сочетаемость... Строго... Который мы строго придерживаемся. Так, значит, Парасмайпада, Атманайпада, Убхаяпада. Убхаяпада, это третий залог. Какой залог? Четвертый, Алексей? Как никакой? Ну никакой. Вы же сами сказали, в начале его назвали. А еще есть какой? Ну, да, пассивный. Я страдательный назвал. А... А это что было? Кто я? Где я? Пассивный... Пассивный... Не оно. Это не оно. Это не оно? Пассивный залог. Пассиву. Пассиву. Меня умывают. Упечергиной так написано. Страдательный залог в древнеиндийском представляет собой систему производных форм. Страшно, что... Имеется в виду, что есть привычные глаголы, от которого образована вторичная форма. Спасибо, успокоили. В введении написано, что учебник для компаративистов, то есть людей испорченных уже изначально, для которых вот такое предложение должно давать возбуждение разноплановое. Так, посмотрим, что еще тут написано. На самом деле, как только вы будете знать изъявительные наклонения и перфект, вы сможете уже переводить Махабхарату. О чем я пишу в предисловии к лягушке? К этой книжке новой, которая вышла на днях. Не-не, я еще тоже не видел ее. Она еще ни до кого не добралась. Где-то к четвергу в следующем я увижу. Нет. Так у Хеопада не страдает. А, вы хотите сказать, что здесь он не приведен в этом плане? Ну, да. Да. А при этом он приведен ниже в Хеопада. То есть это просто как-то... Он иже, да-да-да-да-да. Там перечисляются глагольные пометы П, А, У. Там он приведен. Да. Два в одном. То есть это когда оба залога-то, да? Ну, то есть, Марин, разница между Па-Ча-Ти и Па-Ча-Те вы уже поняли, да? Пи-ку-пи-ку-пи-ку себе, пи-ку-пи-ку ему. То есть человек уже заранее знает, будет ли он сам съест или поделится с кем-то. Нет, я как раз понял, что как раз не ясно. Если я просто прочитаю слово... В русском языке я непонятно. Нет, непонятно, это для себя или для кого-то другого. А тут по окончании. А, так тут же... Ну... Упха-я-пады, имеющийся образ за область. То есть... Я употреблю... Озвучивая не можете произнести сразу оба. Вы выбираете. Или тот, или другой. Или тот, или другой, но последовательно. Вы же одновременно не можете произнести два в одном. Подходите над моими словами. Ну, я... То есть сейчас... Я когда говорю... Нет, я понял, что... Хорошего получилась, Марк. Махабхара, ты нашел все. Ты просто проверяй, ничего не пропустил из того, что ты Кочегина. Хорошо, тогда запишем формулу, формулу споряжения. Нет, табличку вы будете дома писать, мне больше делать ничего, чем табличку повторять. Табличку, конечно, вы будете переписывать дома, переписывать столько раз, хотя бы пока не запомните один какой-нибудь столбик на выборочную. Вам придется писать, переписывать, вы с ней будете встречаться сотни и тысячи раз, десятки тысяч раз, поэтому пока я не выпустил свою серию обоев, Марин, мне придется продать квартиру, дом, машину, чтобы запустить в производство этой серии, поэтому пока ограничимся просто тем, что вы перепишете от руки. Упхеопады имеются прогулы, потребление которых оказывается возможным в обоих залогах. Ну как, нет, ну одновременно, но вы же в одном слое не можете произнести два слова. Это же разные окончания, а в одном слове же не могут быть одновременно два окончания. Да. То есть это имеется в виду, что у некоторых глаголов есть возможность употребляться в активном и среднем залоге, а у некоторых нет. И эти глаголы называются упхеопады, которые могут… А. Нет. Ну то есть отдельные формы именно для… Поэтому я кончалегинал говорил, что в системе использования древнеиндийского глагола противопоставляется три залога, она не упоминает упхеопаду. А. Ну то есть она это не как залог называет, а как вид глагола. Не как категория глагола, а как тип глагола. А. Так. 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 Пишем. Готовы к первой математической формуле? А. Ееее, добро пожаловать. Ребята, это первое про religionsского что мы знаем. Мн. Да это было. Мммм. Между прочим очень неактуально. Нас произошел выход на новый уровень, у меня в тетрадке… Чего в общем, с одного цвета…! Потому что, я надеюсь что вы ничего не поняли и еще ничего не запомните. Не запомнили. Те, кто не делает домашние задания, не могли даже не уточнять. Поняли, да. Итак. В принципе, да. Это же не отменяет того, что я могу понимать. Отменяет. Итак, что Николай я написал? Это не Деванады. Основа настоящего времени. Основа настоящего времени. Мы ее сокращаем как ОНВ. О.Н.В. Плюс. Пишем знак плюс. О. Это формула чего? Пишите, потом выскажем. Я же даже огласил. Спряжение глаголов в настоящее время. А в настоящее время на латыни как называется? Николай. Презинц. О. Презинц. Презинц, Алексей. На ходу складывается. Дома все забудет, а сейчас все помню. Презинц. На лицо. На лицо. Это основа настоящего времени. Сокращаемая как ОНВ. Плюс. Что я написал, Николай? Первичные окончания. Плюс все. Окончание, как видите, я взял в прямоугольную рамочку. Вам это ничего не напоминает? Почему? Да, по аналогии. Ну а обозначение окончания в русском языке. Хорошо. Растенок не будет в квадратике. А почему первичные не в квадратике? Мы же боремся с незаприлем. Все, о чем говорится в этой таблице, можно охватить вот такой формулой. ОНВ плюс 1Е ок. Записали первую формулу? Николай, вы проведете алхимический эксперимент дома? Да. В виде домашнего упражнения. Использую эту формулу. Давайте. Ху, прошу. Да. Потому что это домашнее задание уже начинает быть похожим на домашнее задание. Здесь уже на скоком не возьмешь. Так. Пишем. В первом лице всех чисел настоящего времени конечная А. В первом лице всех чисел настоящего времени конечная А. А конечная А мы как записываем? Все же понимают, что он пользуется таким способом записи. основа будет долгой. Так как мы про конечную А... Нет, я же про тележку рассказывал. Спереди, сзади, сбоку. Пока нет. Да, 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 да. Так точно. Итак, в первом лице всех чисел настоящего времени конечная А основа будет долгой. в первом лице всех чисел. Конечная А основа. Да. Получается, если основа заканчивается на А, то она удлиняется. Да. Получается, если основа заканчивается на А, то она удлиняется, да? В Индии, если вы приедете, вы услышите термин ВИБХАКТИ. Марина, слышали такое? ВИБХАКТИ. 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 Вот весь этот раздел спряжения, это ВИБХАКТИ. Ну, похоже, да. ВИБХАКТИ. И они начинают так. ЛИКХАТИ, ЛИКХАСИ, ЛИКХАТИ. ВИБХАКТИ. А когда приехал в 2004 году в Варанасе... Да, да, да. Ну и шо? Грамматику не учили? Шо они с конца начинают? А для них это начало. ВИБХАКТИ. То есть наоборот. А мы бы читали ЛИКХАМИ, ЛИКХАСИ, ЛИКХАТИ. ЛИКХАТИ, ЛИКХАТИ, ЛИКХАТИ. То есть, видите, глагол ЛИКХ, который означает ТРАПАТЬ, ПИСАТЬ, имеет метку П. То есть он может быть употребим в парасмайпе. От глагола ЛИКХ... От глагольного корня ЛИКХ, чтобы образовать основу настоящего времени, добавляем тематическую гласную А. ЛИКХАТИ, ЛИКХАТИ. Вот это вот сейчас действие, которое не совсем очевидно. А как что не знаешь делать, добавляешь тематическую гласную? Вот что вдруг? Тематическую? Нет, я это только А. Любую? А. Ну, вообще здесь сказано, что о способах образования основ настоящего времени речь будет идти в занятиях 15-17. А. Да, блин. Вообще. В лучшем случае. Был ЛИКХ, добавили А, получили ЛИКХ. А. Верю, верю. То есть... Джан, Джана... Логично. Гам, Гатча. Ага, а Гам, Гатча? Гам уже нету, а снова в настоящее время не гам. Гам Гатча будет? Да, Гатча. После редукции какой-нибудь... Ну, очевидно. То есть тут А превращается в... Иш и Ча, да. Лёгкие впечатления в руки. Да-да-да. Но их не так много, поэтому можно запомнить. Хорошо. Что значит мы не знаем? Знаем, я же говорю... Мы не знаем, как из глагольного кода сделать основу настоящего времени. Ай. Ага. Вы расскажите это моему другу Гаму. Сейчас ещё... Всё, вам больше ничего не пригодится. Считайте, что мы разобрали глаголы. Ээээ... Вот... Тем... Тем обходим, да. И всё. Осталось сделать домашнее задание. В принципе, с глаголами мы будем заканчивать уже. По быстренькому. Чтоб прийти к урокам 15-17 побыстрее. Следующий урок, я и сказать, на основе следующего урока. Зато следующий урок будет очень большой. Первый. Первые пять мы будем считать. Да-да-да. За два, то и за три. Понятно, что делать? Шесть. О-о-о. Как тут много. Шесть. Николай. И тут, кстати, есть очень важное примечание в конце текущего урока. Слова? Нет. Тут нам говорят, что у глаголов рассматриваем до занятия 16-го. Дальше идёт пояснение, что с ними… Нет, я не нашла ещё. Дуально. Нет, не дуально. У глаголов рассматриваем до занятия 16-го. А, не дуально. Во втором лице и третьем лице дуального времени… Так, да. Что, что? Ещё раз. Адма-непада. Адма-непада настоящего времени, а также имперфектом занятия 10-го и приверительное наклонение занятия 14-го используются окончания, начинающиеся с «и». гласные основы «а» плюс «и» стягиваются в «э». Санхи. Смотри, санхи, да. А, то есть если… Ты начинает сплющивать там. Санхи никто не отменял. Форма? Я прочитал ещё, да, вот. У вас есть неделяния, Николай. И тут я стала сплющивать. Я бы всё же пытался… 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 Адма-непада… Видите, у Адмана будет окончание «и» в первом лице сингуляриса. Это же гласная. Вот. Она взаимодействует. Да. Да. Табличка с числами. Первичное окончание. А? Эм… Хе… Уже… Поняли, это уже… Это… А, не, не. Всё, всё. Не должно было наступать на столе. Вообще, я понял. Да. Это… Это вероятно. Ну, я… Я думаю, что… Подержи… Мы же глаголы… Я же… Закончили уже глаголы… Мы сначала пройдём все глаголы, а потом будем поддержить… Да? Или… Это же ускоренный курс. Тридцать дней. Как всё… Вы… Есть… У меня даже книги. А, такое, что есть? Не… Да? Тебя там всё ломают. Да, есть… Ну, свидетельство жертв, так сказать. Жертвы… Человеческие… А… господи весь сон как рукой село нет я зеваю пока то есть у нас получается в одной таблице наклонением число и на каждую комбинацию этих штук у нас отдельное окончание то есть зависимости от того к кому выпечете печенье разное окончание а мы только раз рассматриваем сейчас только настоящее время а время ой не надо времени пока а то есть я понял я понял то есть сейчас жить да варса варса настоящее время нет плохое получать ну ладно жизнь а а они живут это получается вы хотите использовать инфикс блин анклайн ну вот блоков да можно но 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 не получается а а можно жить в подождите средний залог еще не проходил в своих интересах ой я хочу забегать перед паровозом а да да давайте давайте да а первым в лице адмонепада будет ликхэ да только у ликхэ он парасмайпадный и вот еще по адмонепаду он парасмайпадный он на силу нельзя это добровольно должно быть а то есть его нельзя в среднем ну чикса чикса видите чикса чикса я понял ну то есть допустим если у нас есть какое-то слово чикса я шучу чикса чикс а вот да хорошо вот допустим чикса то есть да 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 правильно уловили да а и вот и то же самое получается для туалиса в третьем лице то есть там происходит дружба народов она прощается в чиксе это все понял хорошо у нас что здесь клавал кар есть а от кар будет кара это отдельная тема кар от кар можно образовать 970 форм вообще здесь нету но у нас же был он нет ну зачем он охренеть настоящего времени коробки вот нет я делаю это же не тема там на уроках что вы за когда сейчас переживать так но это похоже того скажу они глаголы одной группы но это похоже на ну я делал рано вам еще знать кар я выбираю я делаю по той же схеме да да ну и ваши наши да просто это не легко сейчас понять чем будет отличаться Васи а разве Васи у нас получится если основа настоящего времени Васа то есть первое лицо не заслышал не послышал послышал что ваше е такое же как Васи я сказал я сказал да не 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 я я понял что санкоп будет вот чем будут Васи от Васами отличаться это как строена техника как строим мебель то есть там прям это в глагол встроен длинным предложением охренеть а как а как это на русский перепереть то есть а здесь ахам не нужен Алексей там добавится что-то объясняющее смысл ахам ахам ваше там какой-нибудь да не надо а то есть местоимение туда внутрь все глагол то есть получается Васами это я живу для других а я живу для себя да ну как бы живу для себя пасэ или васами да теперь понятно почему нужны комментарии в санскрите долгие-долгие вот кстати вот теперь попонятный вот этот комментарий чистый в нем все все видно распадается на части везде понятно что откуда всегда если долго смотреть и в нем нету ничего не ясного то есть если долго смотреть на слово можно увидеть его глагольный корень здорово ну просто получается что он уже по смыслу гораздо богаче потому что если сказать на русском я живу то это еще непонятно а если тут уже есть слово уже допустим флосами то понятно что там я живу для других есть категория слов которые в одном языке переводятся являются одним словом но в другой язык можно его перепереть только набором слов то есть это проблема ну то есть если взять два языка мы найдем очень много таких слов обоих домашнее задание небольшое часа за 8 выявятся в эти собственно с чем я вас поздравляю значит желаю успехов по завершении темы в следующем занятии мы переходим к имени существительного дальше вы сами все что требуется да наверное а да да отпускаю вас в свободное плавание ну как бы девятое занятие уже пора да я вот пинайте меня каждый день и я возможно а что там по поводу этих до по 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 санк да я просто посмотрел там ну или загрузить вас по уши ну Марина не успевает даже в нормальном режиме да хотел подписать больше одно закончилось другое началось с вашей питерской погодой я уже почувствую что будет следующее после этого это это я у меня закончился минус 22 я я смогу вы то да а дети а что с погодой погода тут ни при чем да мы привыкли чтобы отборозить нормально а дети тоже пока понимаешь Марин мы не можем привыкнуть к тому что вы привыкли что ты следующая неделя а ну дома то тепло кар нет почему ты спел да да ну да ну а а коля ты создал нам группу а я я всегда бываю скайпе я вконтакте я все проверяю и соскли с но уже между нами там вот конечно еще отдельную группу это услышит вот так что создавай давайте беседу только а не группу адьес ну да ну само собой мне мне это ну как ну